Девочки, когда мы говорим про эмоции, на кого-то реагировать, на что-то реагировать, то я вам скажу, что в первую очередь, если это касается меня, я думаю о себе сразу же. Потому что любая реакция будет разрушать то, что я годами создавала. Но любая негативная реакция, которая что-то не принимает, почему идет реакция, вы это не принимаете, а я принимаю. Я принимаю то, что в мире есть негатив, то, что в мире есть люди низкотонные, которые всегда будут. И я это понимаю, и я это знаю, и я это принимаю, при этом я на это не реагирую. Вы мне там многие пишите, я уже перестала на это отвечать, когда вы мне пишете, Алла, что вы реагируете на эти комментарии? Перестаньте реагировать. А я никогда на них не реагирую. Вы видите это через реагирование, потому что у вас есть на это реакция. А у меня нет на это реакции. Я выставляю комментарии, и я разговариваю. Но комментарии просто показывают то, в чем находятся люди, да, что они пишут. И этот комментарий просто мне дает как бы основу того, о чем я говорю. Но вернусь к тому, что я вам говорю, прежде чем, девочки, реагировать, думайте о том, что с вами происходит. Потому что вы сначала разрушаетесь. Энергия. Потому что мы – это энергия. Вы начинаете сразу вбивать клинья в вашу энергию. Это первое. Потом, когда ваша энергия разрушилась, вы начинаете разрушать другую. То есть вы хотите что-то кому-то сказать, да, негативное что-то высказать. Вы возмущаетесь чему-то, словам какими-то, я не знаю, типа вас обидели, например, да. Даже если человек что-то вам сказал, не вы, а человек, а у вас все окей было. Что вы делаете? Вы разрешаете. Вы разрешаете. Низким тонам человека, который с вами сейчас общается, вонзить клинья, да, в вашу, в вашу энергию. Ваше энергетическое поле. Но вы точно так можете и не разрешить. А вы почему-то так с удовольствием обижаетесь, так с удовольствием держите долго обиду. Вам настолько нравится открывать вот такие широкие ворота для людей, которые пытаются вас обидеть. Никогда не открывайте двери людям без того, чтобы посмотреть в глазок. Поэтому если вам что-то говорят негативное, посмотрите на это, не слушайте это, а смотрите на это через глазок. И думайте, открывать вам двери или нет. Вы понимаете, что говорится на каких-то низких тонах. Зачем вам туда опускаться? Это то же самое, что вы вот стоите на берегу шикарного океана или там лежите, я не знаю, наслаждаетесь, а вам приходит и за руку, куда идти? Да вон туда, в болото, пошли по месям. А вы такая, ну пошли, даже руку не выдираете, еще и соглашаетесь, и идете туда. Это вот так вы принимаете, когда вы обижаетесь, когда вы в ответ отвечаете. Подходит ко мне, я на берегу океана, наслаждаясь океаном, подходит ко мне человек. И что-то мне говорит, куда-то там пойдем. Я посмотрела на этого человека и понимаю, что, а я-то тебя и не звала, а я-то и тебе и даже не говорила, что я хочу куда-то в другое место. Если я захочу, я могу сама туда пойти. Или спросить сама. То есть вы берете ответственность в свои руки и не идете на поводу того, кто возле вас что-то говорит. Или не идете на поводу того, кто вам протягивает руку. Особенно, когда вы не просили. Поняли? Всегда тысячи раз думайте о том, надо ли вам реагировать. А ваше эго, оно должно закончить фразу последним. Вот меня обидели, я должна сказать, ты сама такая. А потом еще надуться, не разговаривать 25 лет. И думаешь, а кому ты хуже делаешь? Человек к себе живет, ему как-то вообще без разницы. Разговариваешь, ты не разговариваешь. А вы в этом живете. Поэтому, девочки мои дорогие, я вам скажу так, что прежде чем реагировать, понимайте, что реакцию вы направляете на себя. Вот. И достается маленький процент на другого. Вот. Не надо. Окей? Потом, когда на вас реагируют, человек, естественно, в первую очередь сам разрушается сначала. Своё биополе так. Ух! Фак, фак, ему пофигу. Ну и какой-то процент идет к вам. И вас начинают хавать. Сущность вас нырнула и начинает вас хавать через обиду, через злость, через негодование, через непринятие. И там можно перечислять, перечислять, какая разница, через что вас уже жрут. Когда у вас нет баланса в вашем энергетическом поле, это вас жрут сущности. И они проявляются во всех низкотонных состояниях. которые я вот выше говорила. Обида, да, злость, непрощение, зависть, гордыня. Эго, эго. Работайте со своим эго. Ваше эго, если вы его будете слушать, ничего вам хорошего в этой жизни лично вам не принесет. К сожалению. Поэтому, мои дорогие, думайте о том, в каком качестве в этой жизни вы живете. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.